МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел оперативное совещание по ситуации в Курской области. Обстановка в районе города Суджа, где с утра 6 августа части ВСУ пытаются пересечь границу России, по-прежнему остается напряженной. Есть понипшие и раненые среди мирных жителей. Нанесен серьезный ущерб инфраструктуре. Волгоградская область оперативно связалась с руководством Курской области с целью оказания неотложной и последующей помощи жителям населенных пунктов, портодавших от террористической атаки правящего националистического фашистского режима Украины. Против мирных жителей нашей страны. В настоящее время по согласованию с руководством Курской области мы приступили к формированию гуманитарного конвоя с необходимым объемом грузов. В пострадавшие районы будут направлены техника и материалы, а также продукты питания и предметы первой необходимости. Ксения Голоскова при поддержке пресс-службы аппарата губернатора Волгоградской области. 8 августа в Волгограде торжественно стартовал финал четвёртого всероссийского конкурса управленцев и лидеры строительной отрасли. На Волгоград-арене собрались финалисты и делегаты от делового сообщества из разных регионов страны. Участников поприветствовала председатель комитета строительства Волгоградской области Ольга Бегункова. Все четыре дня мы организовали вам мероприятие. В этом замечательном здании вы будете проводить свою защиту проектов. Надеемся, что вы посмотрите все достопримечательности нашего региона. Мы очень ответственно подошли к этому мероприятию. И надеемся, что четвёртый финал лидеров строительной отрасли даст ещё дальше, ещё больше потенциал. Впервые конкурс прошёл в 2021 году в Саранске. С каждым годом он только набирает обороты. Переходящий кубок лидеры строительной отрасли вручил Волгограду председатель конкурса управленцев, руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор. Прежде всего, Волгоград – это земля победителей. Именно здесь стоит наша великая родина-мать, которая нас всегда возвращает к тому, какие заслуги и какую доблесть совершали наши предки. И сегодня, именно в эти времена, когда сейчас идёт специальная военная операция, для нас очень ценно и важно находиться именно на Волгоградской земле. Строительный комплекс имеет тоже свою передовую. Сейчас, именно сейчас, очень важно строить качественно быстрое жильё, создавать социальные объекты, обеспечивать нашу страну всем тем, чем необходимо. Мы создаём новое качество жизни. В этом году заявки для участия в конкурсе подали более 18 тысяч человек из 73 регионов России. В финал пришли 150 лучших управленцев, среди которых 12 представителей Волгоградской области. Для них подготовлена не только состязательная, но и обширная деловая программа. Все знают, что строительная отрасль, надеюсь, все знают, является драйвером экономики. Это аксиома. И кадры решают, быть или не быть, классной архитектуре, прогрессу и инновациям. И на сегодняшний день дефицит кадров отрасли настолько серьёзный, что вот такие мероприятия как раз и позволяют высвечивать ярких, креативных лидеров, которые как сейчас, как воздух, нужны для движения и отрасли, и страны вперёд. Форсайт-сессии, мастер-классы, работа с наставниками, серия переговоров, подписание меморандума и, конечно, защита проектов, по итогам которой будут выбраны победители. Это далеко не все мероприятия, запланированные на четыре продуктивных дня. Есть надежды победить. Различные конкурсные задания были выполнены на должном уровне, что было оценено создателями конкурса. В прошлые годы некоторые конкурсные работы приятно видеть, что уже используются в нашей славной стране, то есть применены в деле. Закрытие конкурса управленцев лидеры строительной отрасли и награждение победителей символично состоится 11 августа в День строителей в амфитеатре. Анжела Умбетова, Мария Шабанова, Телеканал «Волгоград-1». Телеканал «Волгоград-1» провел прямой эфир о факторе развития муниципалитетов Волгоградской области на примере Волжского. Гостями студии стали глава Волжского Игорь Воронин, заместитель главы Татьяна Волкова и начальник управления информационной политики администрации Волжского Николай Усов. Говорили о дорогах, парках, жилье, но главной темой, конечно, стали люди – яркие и креативные волжане. Приятным сюрпризом для нашего телеканала «Волгоград-1» стал подарок, который нам передал Игорь Воронин от тех самых креативных волжан. Светильник-робот, который был изготовлен из биоматериалов в Волжском. Милый красный персонаж с гордой надписью «Волжский 70» теперь часть нашей команды и живет в студии. Но есть одно «но» – у него еще нет имени, и мы будем рады, если вы поможете нам его придумать. Присылайте свои варианты нам в соцсети ВКонтакте и Телеграм. Тот, чье имя нам понравится больше всего, получит подарок от телеканала. Николай Зимин, телеканал «Волгоград-1». Полицейские Волгограда присоединились к всероссийской акции «Зарядка со стражем порядком». Участие в ней приняли более 160 воспитанников детского оздоровительного лагеря. Сотрудники отделения профессиональной подготовки отдела по работе с личным составом показали школьникам целый комплекс полезных для здоровья и физической формы упражнений. Мы с коллегами провели увлекательную зарядку для детей. Показали им комплекс упражнений, направленных на повышение физического здоровья. Будем надеяться, что что-то помогло и в дальнейшем поможет поддерживать себя в хорошей физической форме и в хорошем настроении. После зарядки ребят ждал сюрприз. Полицейский кинолог со своей служебной собакой по кличке Рим показали ребятам общий курс дрессировки. Школьники также смогли пообщаться с четвероногим стражем порядка и познакомиться с оснащением полицейского автомобиля. Ксения Голоскова при поддержке Пресс-службы Главного управления МВД России по Волгоградской области. Ксения Голоскова при поддержке Пресс-службы Главного управления МВД России по Волгоградской области. Сообщение о возгорании на улице Николая Отрада в Тракторозаводском районе поступило на пульт дежурного около 8 утра. На место оперативно выехали сотрудники первой специализированной пожарно-спасательной части. Горело помещение магазина «Канцтоваров». Пожарные эвакуировали 5 человек и потушили огонь, распространившийся по площади в 5 квадратных метров. Также с помощью специального оборудования из помещения были удалены продукты горения. По предварительной информации, пожар произошел из-за аварийного режима работы кондиционера. Ксения Голоскова при поддержке Пресс-службы Главного управления МВД России по Волгоградской области. Рано утром 8 августа на 136-м километре автодороги Волгоград-Каменск-Шахтинский-Луганск произошла авария с участием двух автомобилей. По предварительной информации, автомобиль ВАЗ-21213 выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение. Деталь ДТП водителя автомобиля ВАЗ-21213 погиб на месте. Пятеро пассажиров с различными травмами доставлены в больницу. На месте работают следственные оперативные группы и экипажи госавтоинспекции. Движение по трассе осуществляется штатно. Ксения Голоскова при поддержке Пресс-службы Главного управления МВД России по Волгоградской области. Волгоградские полицейские задержали подозреваемую в покушении на сбыт наркотиков. 40-летняя жительница Держинского района была задержана с поличным во время изготовления тайников с наркотиками. У нее изъято 15 свертков с синтетическим зельем. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о заключении подозреваемой под стражу. Угон иномарки раскрыли полицейские в Афроловском районе. С заявлением в полицию об угоне автомобиля Део Нексия обратилась местная пенсионерка. По подозрению в совершении угона оперативными сотрудниками был задержан ранее судимый 48-летний местный житель. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП в Суровикинском районе. Сегодня утром на 136-м километре трассы произошло столкновение в двух автомобилях – отечественной Нивы и Рено. В результате водитель ВАЗ от полученных травм скончался. Пять человек доставлены в медучреждение. На месте аварии работают следственная оперативная группа и экипажи госавтоинспекции. Госавтоинспекция призывает водителей быть аккуратными и внимательными, соблюдать правила, избегать опасных манёров и помнить, что дорога ошибок не прощает. В погоне за лёгким заработком волгоградцы продолжают верить мошенникам, которые обещают прибыль от игр на финансовых биржах. Ущерб за сутки от таких преступлений превысил 6 миллионов рублей. Так, 57-летняя жительница Чернышковского района позвонил неизвестный и, представившись сотрудником брокерской компании, убедил вложить 2,5 миллиона рублей. Так и не дождавшись дивидендов, потерпевшая поняла, что её обманули. Полиция региона призывает граждан не иступать в диалог с незнакомцами и настоятельно рекомендует не доверять таким телефонным звонкам и предложениям. Если вам позвонил по телефону неизвестный с предложением сыграть на бирже для пополнения своего капитала, прекратите общение. Любовь к родине испокон веков проявляется в готовности защищать своё отечество. В память о бесконечном героизме и подвиге 2 августа на территории бывшего Камышинского высшего военно-строительного командного училища состоялась церемония открытия мемориальных плит его выпускникам Александру Колгатину и Андрею Мигунову, а также бывшему командиру 56-й десантно-штурмовой бригады Андрею Кондрашкину. В митинге приняли участие родные героев – представители администрации, общественных организаций города, военнослужащие Камышинского гарнизона и юноармейцы. «Сегодня мы вспоминаем наших героев и понимаем, что они отдали жизнь за нашу родину, за нас с вами, за вот это голубое небо, как настоящие офицеры, как настоящие граждане России, на подвиге которого мы будем учить своих детей и внуков и всегда будем помнить их. Вечная слава нашим героям». Герой Российской Федерации. Это звание воины получили посмертно. Свой последний бой гвардии старший лейтенант Александр Колгатин принял 1 марта 2000 года. Выполняя задачи в ходе проведения контртеррористической операции в Северокавказском регионе, Александр Михайлович принял решение воспретить проход боевиков с северного направления. Под вражеским огнём он установил две мины. В ходе боя военнослужащий был ранен в грудь, но успел привести мины в действие. Гвардии полковник Андрей Кондрашкин участвовал в нескольких военных конфликтах. В их числе Первая и Вторая Чеченская война, а также боевые действия на Украине. В зоне проведения специальной военной операции находился с 2022 года. Офицер погиб 16 сентября 23-го при выполнении боевой задачи. На переднем краю участка фронта автомобиль, в котором передвигался гвардии полковник Кондрашкин, атаковали дроны противника. Я воспитывал всегда и говорил, сынок, относись к людям ко всем равным, независимо от должности, от званий. И я был горд, что он очень хорошо относился к солдатам. Он всегда у них спрашивал, каким цветом у твоей мамы глаза. Также был предан военному делу и всегда переживал за младших по званию сослуживцев подполковник Андрей Мигунов. В мае 23-го года Андрей Павлович подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО добровольцем в составе полка Башкортостан. Задачи спецоперации выполнял в должности командира танкового батальона имени Герой Советского Союза Сергея Зорина. 28 ноября прошлого года лично возглавил бронегруппу и удерживал захваченный полком рубежи противника. Благодаря его грамотным действиям бронегруппе удалось остановить атакующие войска ВСУ и не допустить потерь среди личного состава. После выполнения боевой задачи БМП, в которой находился командир, подверглась атаке беспилотников. Машина была уничтожена. Офицер погиб. 1 июля бюст героя России установлен на малой родине Андрея Павловича в Башкортостане. На церемонии присутствовали его сослуживцы. Все они вспоминают о нем с теплотой и благодарностью. Андрей Павлович, он был такой веселый, простой человек. И для кого-то он у нас был Андрей Павлович, для кого-то он был просто Павлович. А для своих бойцов он был батя. И выступая вот на этом митинге, они вот так про него и сказали, что наш батя, он как Чапаев, он всегда при наступлении, он всегда впереди. Когда мы возвращаемся, выполнив боевую задачу, он всегда шел сзади, всегда прикрывал. Под оружейный залп мемориальные плиты открыли родные героев России. В завершении церемонии все присутствующие возложили цветы. Прогноз погоды представляет сеть магазинов «Волгоградский пуховый платок». Летняя коллекция из натурального льна и хлопка. В Волгоградском пуховом платке. Летняя коллекция из льна и хлопка. Волгоград. Рабочекрестьянская 9 и Советская 17. Волжский. ТРК Волгомол. Сегодня ночью и завтра днем по области в Волгограде облачно без осадков. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 22, днем плюс 28 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова